МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Химическая промышленность является одной из приоритетных отраслей экономики Казахстана. Но и вопросов в отрасли очень много. Об этом сегодня на территории бизнеса. С вами я, Лязат Ипрагимова. Здравствуйте. На фоне роста горнодобывающего сектора и перспектив развития сельского хозяйства возрастает потребность в продукции химической промышленности. Давайте посмотрим на цифры, которые представило нам Агентство по статистике. По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, на конец 2013 года в отрасли химической промышленности зарегистрировано 710 предприятий, действующих 356, из них 13 крупных, 23 средних и 320 малых. Основной объем производства химической продукции приходится на Жамбунскую область – 28,5%, Мангестаусскую – 13,8%, Актюбинскую – 13,7%, Карагандинскую область – 11,6% и Восточно-Казахстанскую – 9,6%. Около 26% всей продукции химической промышленности потребляется, собственно, отраслью. Остальное идет для нужд других отраслей экономики. Какие тенденции есть в отрасли? Первый вопрос к нашим спикерам. В целом отрасль представлена несколькими крупными компаниями. Компаний малого и среднего бизнеса на самом деле не так-то много. На сегодняшний день имеются инструменты поддержки, такие как дорожная карта бизнеса, государственная поддержка ГПФИР 2015-2019, где входит около 20 проектов химической промышленности, которые планируются реализовывать не только крупного бизнеса, но и среднего. Следует отметить, что за последнее время тенденции развития в отрасли достаточно положительные. Увеличиваются и объемы производства, и объемы реализации, фонды оплаты труда. В данное время мы делаем, наверное, акцент все-таки с горной промышленности, с добычи непосредственно на производство продукции высокой добавленной стоимости, которая используется спросом в различных областях, в частности, это агробизнес, то есть производство удобрений, производство средств защиты растений. Наша компания создавалась в самом начале только с одной целью. Она была как компания-оператор для того, чтобы осуществить проект строительства завода, цианидонатрия. Цианидонатрия, как вы все знаете, применяется в основном для вышелачивания рот драгоценных металлов. Эта ниша вообще-то, она до сих пор пустовала. Этот продукт завозился по импорту, по данным таможенных органов, Казахстан завозил около 10-12 тысяч тонн. Мы выпускаем 15 тысяч тонн. Ну, думаю, где-то месяц через три мы начнем уже продавать продукцию. Если ваш завод заработает, как раз это будет конкурентноспособное производство, которое выполняет основную задачу химической промышленности. Во-первых, это импортозамещение, во-вторых, это экспортоориентированность. То, что касается выпуска новой продукции, я очень внимательно посмотрела, когда готовилась к передаче структуру экспорта и импорта в химической промышленности. В структуре экспорта у нас фосфор, сера нерафинированная, уран. В структуре импорта это бытовые моющие средства, косметика, очень много различных видов антифриза. Что нам мешает создать при такой хорошей сырьевой базе производство вот таких высоких переделок? Правильно вы сказали, что существует позиция экспорта. В основном это сырье. То есть товаров практически мы не экспортируем. Мы импортируем уже товары глубокой переработки, уже с добавочной стоимостью. Нам необходимо, чтобы наши предприятия и наши бизнесмены в Казахстане знали о существующих инструментах господдержки. Потому что если правильно ими пользоваться, то в принципе можно создать любое предприятие замещающее. Вот на сегодняшний день нам недавно, буквально недавно, пришел анализ от нашего агентства по увеличению доли казахстанского содержания НОКЛОК, где они четко расписывают, что требуется, какую сумму потребляется, в какие годы, там, за последние три года. Имея этот анализ, то есть любой предприниматель может на сегодняшний день либо дооснащать свое производство, либо создавать новые производства по программе импортозамещения. Мне кажется, вот эти крупные предприятия химической промышленности, которые вот неиспользованные отходы, я думаю, что можно развивать какие-то малые предприятия возле, может, будем говорить, вокруг этих крупных предприятий, с тем, чтобы они могли те же производить и моющие средства, то есть используя ваши отходы, используя вашу продукцию, которую вы, да, производите. Нужно просто изучить хорошо рынок. И поле деятельности очень большое. О, я имею в виду представителей малого, среднего бизнеса, с тем, чтобы закрыть потребность в Казахстане. Пользуясь, соответственно, инструментами поддержки, финансовой поддержки государства, тем, чем мы с вами все и пользуемся, и очень хорошо знаем. И эти возможности, которые дала Дорожная карта бизнеса, дают большой стимул для новых, начинающих предприятий. Давайте посмотрим сюжет о молодых предпринимателях, которые пошли в такую сложную отрасль. Когда свой бизнес – это большая часть твоей жизни, ты в нее вкладываешь не только деньги, но и себя, свою душу. Диас Ягмуров. Проект – завод по производству бытовой химии. Наша компания образовала в 2011 году. У нас в компании два компаньона. Это я и мой друг Даниар, который предложил идею создать химическое производство в Казахстане. Мы выпускаем в основном косметическую детскую продукцию и бытовая химия. Мы начали с того, что начали производить жидкое мыло, и далее начали очень много инвестировать именно в расширение нашей линейки. То есть и сейчас, через три года, продажи выросли в 10 раз. Количество выпускаемой продукции дошло до 50. В этом году мы подали и получили одобрение на получение кредита по программе «Дому», чему мы очень рады, потому что мы хотим построить новый завод здесь, в Алма-Ате, такой, какой мы хотим видеть, который поможет нам достижать нашей цели. Видно, что государство очень сильно поддерживает. Когда ездишь по миру и людям рассказываешь, что есть в Казахстане, то все удивляются и даже, ну, так тихо про себя завидуют. Потому что такой поддержки, наверное, я в других странах не встречал. Часто потребители звонят и говорят, где можно купить вашу продукцию. То есть очень понравилось, подскажите магазины. И очень такие приятные моменты, да, когда ты понимаешь, что твоя работа не остается незамеченной. Итак, встречаем в нашей студии Диас. Диас, я знаю, что вы по образованию экономист, закончили Кимэп. Как вы оказались в химической промышленности? Стал вопрос, чем заняться, потому что хотелось создать какое-то свое предприятие, свой бизнес. Производство химической продукции показалось очень интересным проектом. Во-первых, потому что была команда, плюс бизнес очень новикоемкий. То есть есть некоторые ограничения для конкурентов, для входа в этот рынок. Также он очень масштабируемый, то есть очень масштабный. То есть он может быть... То есть пределы роста компании, то есть они безграничные. У вас хорошие амбициозные цели. Я когда смотрела ваш бизнес-план, мне понравилась информация, что вы обратились в компанию All Disney для того, чтобы вам дали возможность использовать их сказочные персонажи на детской косметике. Это правда? Да, это правда. Это, можно сказать, отправная точка была. Потому что когда у тебя новая компания, тебя никто не знает. И когда потом приходишь с другими, говоришь, мы работаем с All Disney. То есть они понимают, что тебя уже проверили. Если тебя поверил, то поверил там крупнейшая компания в мире, то значит компания чего-то стоит. Как предприниматель я хочу призывать о всех наших казахстанцев, чтобы пользовались отечественной продукцией. Потому что нужно поддерживать таких предпринимателей, которые не боясь открыли такое направление, очень сложное, очень конкурентное. Да, хочу еще отметить, что все формулы мы разрабатываем сами. То есть мы не покупаем ни у кого. Это, наверное, самая сильная сторона нашей компании. Сейчас вы обратились за государственной поддержкой в дорожную карту бизнеса 2020. Расскажите, как вы проходили все эти этапы? Тяжело было? Я бы не сказал, что было тяжело. То есть мы обратились в банк второго уровня по программе «Ондерос» на строительство завода. Мы собрали все необходимые документы, написали бизнес-план, делали презентации. Даже председатель управления банка к нам приезжал на наш небольшой заводик посмотреть. Позвонили, обрадовались, что мы прошли. Уже нашли поставщиков оборудования. То есть мы уже готовы. На готове очень хочется построить. Все прям правильно. Это прям мечта такая. Все-таки кредит и нагрузка долговая для малого начинающего бизнеса это может быть очень тяжело. Если бы не программы «Дому», то мы бы вообще никогда не пошли. А с такими программами, конечно, с удовольствием. Вот эти все программы, которые правительственные, фирмы называем, да, производительность 2020, дорожные карты. В этом направлении у нас очень много делается. Какие советы вы можете дать, как человек, реализующий очень крупный проект на самом деле, по сравнению с таким или большим проектом? Да, вот они тоже пользуются этой программой. Дорожная карта бизнеса 2020. И вот смотрю, у него перспективы очень большие. В принципе, завтра он начнет занимать средства где-то все больше и больше. Могу вас обрадовать, что сейчас готовятся инициативы о том, чтобы для проектов, которые входят в автоприоритетную отрасль второй пятилетки ГПИР, еще увеличить, предположительно, до 7 миллиардов тенге тот кредит, который будет субсидироваться. В общем-то, это было бы здорово. И я себе хотел бы подсказать еще, что надо вот эту программу очень подробно изучить. Вот, например, скажем, мы субсидировали, заказа рядом, еще второе направление, еще третье направление. В общем-то, там находятся возможности возможности для привлечения, в общем, и других видов помощи. В части того, что, например, скажем, даже подготовки кадров. Вот сейчас выясняется, что очень какие-то большие возможности. В части налаживания вот этих вот связей, поисков бизнес-партнеров. У нас уже предприниматели друг другу рекомендуют проект «Деловые связи», который реализуется в дорожной карте бизнеса. По этому проекту вы можете с таким интересным предложением подать заявку и попасть либо в Соединенные Штаты Америки, либо в Германию, где вам сделают очень интересную программу на аналогичных компаниях, компаниях, которые могут быть вашими поставщиками. А кроме этого, мне кажется, очень интересно посмотреть на программу «Старшие сеньоры». Это мы можем привести в вашу молодую компанию, опытного технолога, который работал на Западе. И он вам очень много интересных вещей будет подсказывать, работая рядом с вами. Государство берет на себя в рамках дорожной карты бизнеса и перелет, и все визовые оформления этих старших сеньоров. И если вы туда летите, точно так же по деловым связям. А уже проживание непосредственно у вас в городе вы берете на себя. Знаете, я бы хотела сказать, без инвестиций у нас кадров не бывает. На сегодняшний день к нам приходят, можно сказать, с нуля мы начинаем. Даже институт, который закончили АЗы, только школьную программу, если знает, хорошо. Потому что качество хотелось бы пожелать институтам тоже, чтобы лучше было. Но эти проблемы мы решаем в какой-то части сами. Ежегодно 20 миллионов тенге выделяется именно на обучение своих же специалистов, институтах, техникумах. Мы сами обучаем, готовим. Потому что у них практически опыта очень много, а все-таки не хватает теоретического знания. Химическая промышленность – очень наукоемкое производство, затратное производство. А как у вас решается проблема с кадрами? В общем-то, какое-то ядро, какой-то косяк. Собираем из бывших химиков и прямо каждому прикрепляем. Как учеников, подмастерик, так сказать. И вот так пока выходим из положения. Но ее надо, в общем-то, кардинально решать. Я вообще свою проблему решила проще. Я просто отправила группу своих ребят на обучение в Россию, Белоруссию, к своим партнерам. Потом пригласила оттуда специалистов. Мы обучаем, как и вы, сами. В отношении кадров, я думаю, нужно выработать какое-то общее мнение химпредприятий. И через Национальную палату обратиться и предложить какие-то решения правительства Казахстана. Я думаю, сейчас на территории бизнеса родилась очень интересная идея. Необходимо сформировать отдельную группу по проекту «Деловые связи» именно для химической промышленности. Олег, мы ждем от вас помощи в этом. Либо нужна специальная группа старших сеньоров, экспертов тоже в химической промышленности, которые бы помогли нашим казахстанским компаниям, особенно в малом-среднем бизнесе. В Назарбаев университете есть очень прогрессивный факультет, на котором готовят сейчас молодых юных химиков. Мы могли бы сделать большую экскурсию по компаниям химической промышленности для этих студентов, чтобы они уже ознакомились с процессами, которые у вас происходят, знали, какие проекты реализуются в химической промышленности, приходили к вам на практику. Очень интересное предложение. Они могли бы посетить предприятие, найти его какие-то слабые места и где-то, может быть, предложить какую-то модернизацию, предложить какие-то, может быть, новые технологии. Я думаю, что с этой инициативой, которая родилась сейчас на территории бизнеса, нам надо будет поработать совместно с Союзом химической промышленности. И те, кто придут в этот бизнес, однозначно уже будут работать в новом тренде, вот как молодые предприниматели. Я уверена, что в будущем мы все-таки увидим положительную динамику изменения соотношения экспорта-импорта по Казахстану, ввиду того, что новые предприятия будут именно направлены на то, чтобы развивать местное производство непосредственно для местного рынка. Что же мы видим, что перспективы развития химической промышленности очень большие. У нас есть над чем работать и у нас есть, что обсудить в следующих передачах территории бизнеса.